Девушки отдыхают Я не люблю незавершенные задачи Когда-то в середине 17-го года я запустил Blades of Time И, поиграв полчаса-час, забросил, в смысле, что за говно Запускал, кстати, исключительно для того, чтобы сделать обзор Ну, в итоге она мне просто не понравилась совершенно Спустя вот три года подумал, а, чем шут не чертит, да, пусть хоть обзор таки сделаю ругательный, если уж и правда дрянь И в итоге был приятно удивлен Blades of Time с неба звезд не хватает, но и дрянью ее тоже назвать нельзя, это уж точно Начать, наверное, нужно с того, что это российская разработка Да, глядя на японскую девочку со славянской внешностью На косички, на непропорционально огромные мечи персонажей На сфералистичные движения в бою На косички Про косички, кажется, уже сказал, да? На грудь И на косички, конечно Ну, в общем, на то, на что обычно пытаются поймать таких вот искушенных мотсер, как я Вот глядя на все это, создается впечатление, что поработали японцы, а нет, это не японцы, возможно, буряты Так или иначе, наши постарались Притом, слово «постарались» совсем не в кавычках, они действительно постарались, и еще как Стартует сюжет в некой вымышленной вселенной Если честно, сюжет тут не то чтобы недостоин внимания Нет, он достоин, особенно под конец Но опять же, акцент делается не на нем Во всяком случае, мне так кажется Ну, поначалу следить за ним довольно скучно А точнее, наверное, даже неинтересно По вступительной заставке нам расскажут о том, что некая гильдия героев Многие годы пытается покорить остров драконов Блин, какая банальщина Мол, там сокровищ столько, что хоть мешка им воруй Но что-то все вот никак Чтоб приобщиться к возможности всласть обогатиться В помещение гильдии врывается наша протагонистка Аюми Со своим напарником Путем нехитрых манипуляций им таки удается попасть через портал на этот самый остров Только вот в пути они нечаянно разделились И напарника нужно отыскать Ну а дальше пошла уже, так сказать, игра по рельсам Сперва мысль такая Какого хрена я вообще играю в какой-то клон DMC восьмилетней давности Когда есть настоящий DMC Ну, то есть да, игра это слэшер Где ты захреначиваешь толпы врагов градом мощных А скорее, наверное, даже быстрых ударов Ни хрена не реалистичных, но красивых Хочу сразу заметить, что несмотря на заманушенную девочку на обложке Да и в игре моделька тут прилично отрисована для такого бюджета Ну вот, несмотря на нее, никакого акцента на этом не ставится Что странно, я думал, разработчики, как это принято Воспринимают меня за опускающего слюну на женский пол павиана Как и положено Но нет Ни одного намека на откровенность Ни каких анимаций с замедлениями в самых интересных местах и позах Она просто в топике и с косичками И все, отстаньте Вот лучше играй, смотри, что мы тут для тебя придумали Ну хорошо, что же вы там придумали для меня Угу Помимо махания мечом, стрельба Ну, тоже не достижение К слову, игра по умолчанию в настройках дает подсказки на управление с клавиатуры Играть в слэшеры на с клавиатуре Это на теле то еще извращение Однако даже играет из геймпада подсказки все равно будут идти для клавиатуры Как в Dark Souls 1, только наоборот И непонятно в итоге куда жать К счастью, можно просто выбрать в настройках геймпада и все станет нормально Так вот, целиться при стрельбе на геймпаде неудобно Автонаведения нет Резкостика не меняется А реагировать нужно быстро Сейчас по традиции должен вылезти какой-нибудь мутант Который расскажет мне, что любой уважающий себя геймер Обязан попадать с геймпада 100 из 100 Иначе у тебя руки кривые Я не стал продолжать мысли и целился с мышки так удобнее Ну ладно, мякотка игры не в этом Она же не зря называется Клинки Времени По факту эта игра помесь Devil May Cry, Лары Крофт и Принца Персии Да, мы можем отматывать время назад Но действует это не так, как в Принце То есть, если мы погибли, то... Да, погибли Смерть тут, кстати, немного неудобно сделана Больно уж долго камера на этом акцентируется На пару секунд поменьше бы, был бы идеально Ну и в целом игра очень любит делать чекпоинты до катсцен И после смерти, а умереть тут на самом деле проще простого Ты вновь будешь смотреть ролик Хорошо, хоть их тут все без исключения можно пропустить Ну так вот, управление временем выглядит следующим образом Бежит на нас толпа врагов Мы начинаем ее бить и понимаем, что сейчас огребем Отматываем время и появляется наш темпоральный двойник То есть, мы остаемся на том месте, где начали перемотку А наш дубликат и враг повторяют все действия Какие делали до этого И теперь у нас удвоенная огневая мощь То есть, и двойник наносит урон, и мы наносим урон Двойник исчезнет в точке излома времени, понятное дело Также по понятным причинам он привязан к последовательности движений, которые ты проводил То есть, если ты бил врага, то и он будет бить врага Если враг отойдет с того места, двойник продолжит бить уже в воздух Но и одним двойником все не ограничивается У нас есть таймер с откатом, который определяет возможность отмотки времени Разумно распорядившись отведенным временем, можно создать целую араву девочек с косичками Которые сметут нахрен любую толпу или любого мощного врага Мне удавалось создать 5 или 6 аюми за раз, не помню точно И благодаря этой возможности можно выстраивать очень интересные комбинации Враг закрылся щитом, пока двойник отвлекает и бьешь его со спины Волшебный щит удерживает пули, а как насчет целого града пуль? Тем же градом пуль сносится толпа врагов Или же можно ворваться в эту толпу, но создавав темпоральных клонов Убивать врагов по одиночке добиваниями И в итоге сразу их всех убить почти одномоментно Ведь тут в определенных условиях можно провести нечто вроде добивания Оно не всегда убьет, но как минимум нанесет сильный урон или обезоружит Огромный мощный враг с дикой регенерацией? Да плевать! К концу игры я кстати обнаружил, что можно делать даже двойное добивание Пока одна бьет такого по башке, другая режет кабели, а третья втыкает клинки в шею Это просто прекрасно Нам доступны не только стрельба и клинки В игре есть прокачка Да, убивая врагов мы получаем классические светяшки Которые потом можно обменять у алтарей на разные спецприемы Спецприемы поделены на три стихии Огонь, лед и ярость Да, такая вот стихия, что поделать Ярость это как силовой толчок джедаев Вот Огонь и лед, понятно что делают Поджигают, замораживают Со временем мы выучим новые приемы, усилим старые Применить их можно накапливая адреналин в бою В итоге вполне можно сделать так, что одна Аюми кастует Эрмагеддон, что называется, да Другая замораживает, что эффективно, ведь есть умение на подобную синергию Правда, должен заметить, что прокачка сделана очень странно Алтарей эти еще и сюжетный момент, поэтому на одном из довольно долгих уровней они нам не встретятся Но это ладно, суть в чем Никакого количественного счетчика очков у нас нет Вообще нет И непонятно сколько ты их собрал для прокачки Более того, они выпадают также из бочек и всяких там вас, как песок в Принце Персии Я пробовал разбивать каждую бочку, пробовал пробегать мимо И только убивать сюжетных врагов Что бы я ни делал, на следующем алтаре мне всегда давалось возможность взять два умения из выбранных Ни больше, ни меньше Прямо как с Историей о Ситхах, да А раз все эти блестящие светяшки не нужны, так можно было бы вообще не вставлять Просто дай выбрать два умения и все Кстати, тут есть даже некая форма кастомизации По окончанию какого-нибудь длинного этапа мы получаем новый костюм для Айюми Кроме того, по уровням иногда разбросаны сундуки В которых можно найти клинки, амулеты, ружья, кольца Все они влияют в основном на силу стихии и по сути больше ни на что Больше всего повезло пушкам Там помимо ружья можно заполучить винтовку и пулемет, как минимум, может в чем-то еще есть Вичи же вроде даже визуально особо-то не меняются А если меняются, то очень малозаметно Амулеты и кольца вообще визуально никак не отображаются Зато поиск этих вещей сделан довольно интересно У нас есть компас с двумя стрелками Внутренне указывает, куда нам идти по квесту внешне на такой вот сундук Только вот хаос осквернил, как и положено, да, хаосу эти места И сундуки невидимы, так что дайте это место предполагаемого его нахождения Или уже уткнувшись носом, знаешь, в полупрозрачный чемодан, да Мы можем скастовать сферу порядка и обобрать эту таинственную тумбочку Ранее я про сферу порядка не говорил По той причине, что она в игре в принципе нафиг не нужна Помимо нахождения сундука, она еще используется в некоторых местах Время вокруг замедляется, на тебя нападают твари, которые двигаются в отличие от тебя быстро Вот тогда мы создаем такой купол, под которым можно нормально сражаться Это еще одна механика, которую вставили в Шоббуло Видимо экспериментировали Это в общем-то нормально, так все делают Только вот мест такие, где нужна эта сфера За все прохождение настолько мало, что можно было ее вообще в игру не включать вовсе Ну да ладно Компас, кстати, визуально показывает направление, даже когда не выбран А если на уровне есть скрытый сундук, то он пульсирует Это славно, потому что до того, как я это понял, я каждый раз думал, не пропустил ли я клад Удобно Да, помимо сундуков, по уровням разбросаны еще дневники разных личностей, раскрывающих лор Если интересно, можете почитать Или послушать Они все озвучены, а игра, кстати, полностью продублированная Озвучка выполнена очень даже неплохо Все потому, что местный нокаут сюжета как бы сам считает происходящее не настолько серьезным, чтобы выкладывать актерскую игру по системе Станиславского Ну то есть не на отвали, конечно, ну и не уровень того же Ведьмака, даже не близко В общем, ухо радует, и это славно В целом, что можно сказать, игра довольно резвая, как и сама Аюми Двигается девушка довольно быстро, следовательно, с такой скоростью передвижения приходится строить большие уровни А в этой ситуации на микродизайн уже можно забить Однако дизайн сам по себе тут довольно приятный Ему на руку еще играет стиль Поместь древних руин с современными технологиями, в зависимости от локаций Локация, кстати, тоже меняется визуально То руины, то тоже руины, но выполнены уже в другом стиле То пещеры, то пустыни, то снега Кстати, геймплеены, они тоже меняются Нам иногда и полетать дадут, и телепортироваться Враги тоже преподносят сюрпризы Они довольно разнообразны, но можно было бы все-таки побольше их сделать Ну и этого количества хватает для счастья Помимо врагов, есть еще боссы Да, на них часто, кстати, отнимает способность мотать время Видимо, чтобы мы их просто вот не заспамили Я не знаю Вообще, бывают такие места по сюжету, где время не мотается Редко, но бывают И, блин, как же они бесят Ну, зато позволяют взбодриться и проявить гибкость мышления Быстро приспособившись к новым условиям А еще есть ловушки И ловушки эти пострашнее врагов Почти всегда ваншотят, а некоторые еще и скрыты И бесят жутко Ну, на то они и ловушки Есть у игры косяки и пострашнее странных механик Например, видно, что после совершения удара Героиня будто бы останавливается То есть нет такой, как бы сказать, непрерывности движения Это неплохо само по себе Но от такого бодрого геймплея ждешь Именно непрерывного танца меча А получается именно, что с прерываниями К этому быстро привыкаешь Но все же Катсцена Катсцен очень много Прямо как вот в играх конца нулевых Ну да, собственно говоря Открывается дверь Перебегают враги Появляется босс Всегда будет заставка Которую, да, можно пропустить Но порой такое обилие катсцен Мешает сосредоточиться на происходящем Ведь твое внимание Вечно на что-то отвлекает Как котенка Тычут носом куда-то вот на эту сторону Палитра цветов сама по себе тоже неплоха Но когда ты находишься в стадии удержания времени То есть когда ты отмотал его И твой двойник действует Ну то есть почти всю игру, да То в этот момент краски будто бы размываются Красный цвет преобладает И становится просто не разобрать Чего вообще происходит Бегают толпы красноватых врагов Пяток красных аюми Делают массовые суперудары Которые тоже засвечивают экран Вообще ничего не разобрать Вот этот момент проработан хуже всех И чаще всего приносит неудобства В том числе и гибель Изредка подбешивает классический Консольный такой гейм-дизайн Когда ты идешь по коридору А все что с боков закрыто невидимой стенкой Часто у меня бывало так Что компас указывает на сундук Куда-нибудь туда Ну там же вроде даже плато есть Я прыгаю И натыкаясь на невидимую стенку И лечу пропасть нахрен Классика Ну и на закуску звуковое оформление Оно тут достаточно ровное Не вызывает вопросов Наверное потому что на него вообще Внимание не обращаешь А вот на музыку не обращать внимания Вовсе я не приучен Так вот Музыка тут невзрачная Постоянно встречаются заезженные сэмплы Центральной мелодии вроде как даже нет Саундтрек будто бы вообще Даже не пытается ни на что претендовать Он как пианист в салоне с бандитами Сидит себе тихонько так знаете Играет создавая атмосферу Таким образом чтобы на него Никто внимания даже не обращал Как бы что с ним Что без него Но с ним все-таки веселее Как не трудно догадаться игра далеко не самая технически выверенная Но играть в это все равно очень даже интересно В первую очередь конечно благодаря механике перемотки времени Все-таки создать толпу себя самого Себя самой И заколошматить кулаками жирнющего босса В один присест Это очень даже весело Даже незамысловатый и довольно простой сюжет Честно пытается интриговать И у него это к концу игры даже получается Конец кстати не оттягивается Нет ощущения что игра слишком уж длинная Или слишком короткая За 2-3 вечера спокойно проходится Но я так скажу Я эти 3 вечера провел не без удовольствия Тем более напоминаю Это отечественный проект Игры А-класса у нас раз в тысячелетие И в целом достойных проектов очень немного И вот к моему удивлению Blades of Time я бы отнес именно к удачным Неровная Да Местами иногда бесящая Но все же бодрая и интересная игра После которой не чувствуешь себя обманутым А последний сейчас даже 3А проекты стороной не всегда обходит Я так скажу Я буду рад услышать что разрабатывается продолжение И если выйдет Ну мало ли мечтать не вредно Обязательно поиграю Только если честно Вряд ли когда-либо оно выйдет А жаль Сюжет-то с заделом на будущее Впрочем она и так Как одиночная игра Вполне хороша Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин